Всем привет! В эфире заметки о Черкесии, канал Simple History. И мы продолжаем наши выпуски, которые посвящены разным интересным открытиям, каким-то заметкам, которые мною собираются постепенно в процессе своей деятельности. И вот в этот раз я хотел бы поделиться накопившимся материалом. В частности, речь пойдет в основном о камнях и курганах. И о том, как мы их искали. Итак, поехали. Сначала камни. Надгромные камни Гиреев. Дело в том, что когда-то Лавров в своей статье, который он описывал в свои первые годы, когда он еще мальчиком бегал из Пашковки в соседние аулы, там изучал, рассматривал, как люди выглядят, как архитектура выглядит, дома, там быт просто черкесский. Ему это увлекало, радовало. И он, когда уже будучи ученым, он сделал такую статью, где поделился этими воспоминаниями. И вот он говорит, что в 20-х годах в ауле Люстенхабль, которая находится напротив, примерно, Пашковки в Краснодаре, находилось старое кладбище, на котором были разрисованы надгробные камни с полумесяцами и арабской вязью. И эти камни являлись собой надгробные камни рода Гиреев, из которых сам султан Хан Гирей вышел. Дело в том, что известно, что аул Тлюстенхабль, он раньше дворянским аулом еще назывался, когда-то его, примерно в 1920-х годах, его пожаловали именно султан Хан Гирею во владение этой аул. Это его земля их родовая была. И там, в общем-то, были на этом кладбище похоронены его предки. Что касается Гиреев, известно, что они являются потомками линии крымских ханов. Одной из линий, когда изгнали одного из крымских ханов в результате дворцовой борьбы династической. в крымском ханстве. Черкесы у себя в ждуге приютили этих дворян крымско-татарских, и они там и проживали. Собственно говоря, поездка в Тлюстенхабль ничем не увенчалась. Там новое кладбище находится. Но, пообщавшись с местными, поспрашивав в сети людей, знающих немножко эту тему, хотя бы про историю аула, выяснилось, что действительно старое кладбище было с такими камнями, но находилось оно на том месте, где сейчас находится водохранилище современное, Краснодарское, его самая западная часть. И, вероятно, естественно, что эти камни куда-то в музей попали во время строительства. Если они, конечно, не пострадали в Великой Отечественной войне. Но тут же сообщение приходило, что их в 70-х годах в Московском музее каком-то видели. То есть где-то они все-таки всплывали. Поэтому на сегодняшний день вопрос открытый. Музей Филицина, по крайней мере, о таких камнях не знают. У них свои есть там определенные камни, но вряд ли это те, потому что наверняка бы уже перевели и поняли бы. Поэтому ищем по сей день. Вторая история с камнями, история из Белореченска. Белореченска. Дело в том, что в Белореченском музее находится небольшой такой камень с арабской надписью. Кстати, если вы сможете распознать ее, знаете язык и сможете распознать ее, напишите о том, что бы это могло значить, что эта надпись значит. Так вот, датирован этот камень 14 веком и найден якобы был в районе Краснодарской ГЭС. При этом директор музея Галина Алексеевна Морозкина, замечательный автор, о котором я буду писать, с которым интервью буду брать. Она автор книг, трех уже книг об истории Белореченского конкретно района с древнейших времен до 17-го года, Великая Отечественная война, и сейчас выходит про 17-е-41-е годы. То есть огромная там работа проделана в архивной. Вот она говорит, что была еще колонна с арабскими надписями, вероятно, говорящая о долговой записи некой. Эта колонна хранилась в музее железнодорожной школы Белореченской, но когда-то они пытались общаться с начальством, но начальство не отдало в музей Белореченский эту колонну, все себя зажали они. Позже музеи переформатировали, оставили только то, что связано с историей школы, а вот куда попали вот эти экспонаты, где-то, видимо, у них там хранятся. В общем, мы попытаемся поговорить с начальством этой школы, попытаемся увидеть, хотя бы сфотографировать эту колонну, если она еще сохранилась. Это к вопросу о том, вообще существовали ли арабские надписи в Средневековье вот именно в этой ранней части, при Кубани, за Кубани точнее. Третья интересная история, это поиски были кургана хатукаевского князя Хапача. Это тот князь, который на жубеже 19 века жил, точнее 18-19 веков, и, ну, можно сказать, косвенно участвовал в Безюкской битве, когда вот Шапсугское и Бждукское дворянство сражалось с Шапсугской и Абадзехской народом, обычным народом, крестьянами в Безюкской битве, Хапача Хатукаевского пытались перемонить каждой из сторон. То есть им предлагали и Бждукские князя вступить на их сторону, и крестьянство, но он всем так говорил, что ни тем, ни тем он зла не сделал, поэтому ни за кого и не выступил. Он как бы абстрагировался от этих событий, но тем не менее это не умаляет его заслуг, как такого известного довольно князя. Хатукаевцы тогда еще жили на более обширных территориях, территориях, и в том числе они жили в Северской станице современной, в ее западной части. Дело в том, что известно, что по легенде, там есть курган где-то в Северской, в котором он был захоронен. Но общение с краеведами, допустим, не дало результатов, люди не знали, что это, и пока мы случайно наткнулись на книгу местного краеведа одного, у него была книга между Ильем и Шепшем, в котором он описывал все разные местечки, историю, разные интересные факты по именно Северскому району. И он, значит, там написал, что действительно был такой курган, что находится он под современным домом культуры, который в советское время построили прямо на кургане. И что к этому кургану черкеса, когда там еще была Ол в западной части Северской станицы, они приводили своих юношей, где проводили опрепленные обряды, скажем так, связанные с сохранением памяти предков, и вокруг этого кургана были такого рода ритуалы. В общем, обнаружили. Не знаю, может быть, если буду в Северской, попробую узнать, есть ли какие-то старжилы в Доме культуры, которые помнят, как его строли и что-то с этим связаны. Может быть, там раскопки какие-то были. Ну и тут стоит упомянуть в этом пункте еще про курган, условный курган, захоронение Батергерея, того самого джедугского князя, он же Батчерия известный, который участвовал в Безюгской битве и погиб в ней в 1796 году. Действительно, чуть к югу от Тахтамукая имеется его захоронение, до практически революционного времени там стоял памятник, люди там чтили его, шапсуги мимо проезжали, плевались на этот памятник, естественно, потому что он их враг был. Но вот советская власть пришла и, к сожалению, уничтожила это местечко. Там был в Тахтамукай особо рьяный такой представитель власти советской, который все уничтожал, все, что связано с историей, культурой, особенно религией. То есть он, так сказать, атеистичный коммунист был, лютый. Местные ребята взяли на себя инициативу сегодня, нашли это место, расчистили его и хотели бы поставить там памятник Батергерею. Поэтому пока я подробностей не раскрываю, в общем, ждем презентации памятника. И я думаю, это будет интересное место, которое стоило бы посетить многим. Следующая история связана еще с одним курганом, который мы пока не нашли, но условно примерно понимаем, где он. Возможно, даже его видели, но надо проверять. Речь идет о кургане более давнего времени, примерно 16 века, по легенде, относящегося к князю Тумиргоевскому Туменишу. По одной из версий он звучит так, может быть, по адыске как-то немножко иначе. Это Тумиргоевский князь, собственно, который сражался с бжедуками, когда они переселялись в Долину Псикупсу. Вот эта легенда про то, как они сражались с темиргоевцами за землю. И что в этих битвах его ранило, этого Тумениша в итоге, не сразу, а после этого. Уже после битвы, уже после того, как бжедуги выигрались и получили себе землю, там была такая засада устроена Туменишу, и вот он погиб. И считается, что его похоронили на месте современной станицы Мартанской, точнее к югу от нее. По некоторым данным, к югу от станицы имеется действительно в поле у речки Марты некий холм, очень похожий по образу на курган. Но очень мало данных на сегодняшний день. Поэтому, я думаю, можно будет установить еще. Не знаю, правда, есть ли какие-то старжилы в Мартанской, которые могли бы это знать, потому что все-таки это черкесская история и очень давняя. И еще одна история про курган, который пока не нашли и очень может быть, что не найдут. Почему? Потому что речь идет о кургане Безрука Болотокова, тоже темиргоевского князя, очень знаменитого, который все время очень много реформ проводил в темиргоевских землях. И он планировал объединить все княжеские земли адыгов, темиргоевцев, джедугов, бесслинеевцев и даже кабардинцев, в одном государстве. Он погиб в 1809 или 1809 году в результате стычки с Абадзехами, когда он попал в засаду, когда они Абадзехов уже победили на реке Ульке и в порыве вот этой борьбы погнались за отступающими отрядами Абадзехов. И вот князь Безрука со своей свитой зашел видимо в кустарнике, в лесную зону какой-то у реки, где он попал в засаду и был убить. Известно, что его похоронили с почестями в большом кургане, там Мавзолей еще стоял посвященный ему, на реке Геаги в их каком-то родовом ауле, вероятно, в районе Геагинской станицы. Но дело в том, что там действительно упоминалось еще, когда станицы появлялись, упоминалось, что виден был еще этот курган, но куда-то потом сведения исчезли. Есть подозрение, что Геагинского хранилищика достроили и его просто срыли. в общем, это нужно искать у краеведов, точнее. Стоит еще упомянуть два кургана, которые я видел в Кабарде-Балкарии, в районе Аушегера, благодаря нашему другу Роберту, который показал их нам. Это курганы, которые по легенде относятся первой к могиле такого знаменитого героя кабардинского эпоса Андемиркана. Некоторые его почему-то Айдамиркан называют, некоторые Андемиркан, и там такой какой-то страшный спор по поводу имени, происхождения, диалектика. Ну, в общем, лично мне это кажется бессмысленным, несколько, как его конкретно звали, то есть Айда или Андемиркан, но в целом, в целом спор действительно есть и он очень сложный. Не будем как бы углубляться в это. Сам факт того, что здесь есть Тавакурган, все равно с легендой. А Немиркан это был такой князь в начале Кабардинской истории. Действительно, там есть большие споры в истории насчет того, не то, что ли был и не был, а насколько правдива вся история этой легенды. Потому что история подтверждает, что такой был представитель, что он когда-то помогал князю Беслану Тучному, а тот его предал. Ну, такие, отражают ранние династические споры в Кабардинском обществе. Беслан Тучный был действительно такой, считался очень тучный князь, которого возили на тележке даже на охоту. Когда-то от зереного кабана его этот Немиркан не спас. В общем, есть такой курган по дороге из Аушигера к югу. И чуть дальше в поле есть еще один курган, который почему-то относит к Марии Тимрюковной. Курган Марии так и называется. Ну, хотя, вроде бы, Мария Тимрюковна как бы в малой Кабарне была, и она, насколько известно, все-таки в Москву, когда переселилась, стала женой Ивана Грозного, и там и умерла в Москве. Она захоронена в монастыре. В каком-то из монастырей, точно я сейчас не вспомню, по-моему, в Вологодской области. Поэтому, скорее всего, просто легенда связывает... Некий курган просто привязала красиво к легенде о Марии Тимрюковной. Но, тем не менее, он есть, он имеется, и легенда сохраняется среди местных жителей очень хорошо. Ну, и последнее, это курган Авроры. Он, на самом деле, не относится к черкесскому периоду. Это очень древний курган, это рубежа или даже еще раньше. Он находился под современным зданием кинотеатра Аврора в центральной части Краснодара, в самом конце улицы Красной. В 50-х годах именно на вершине этого кургана построили кинотеатр. А раскопки там проводились, действительно, там находили вроде бы как один палец с кольцом, что может говорить о том, что захоронение было символическим, что человек этот был знатный, он попал либо в плен и не был выкуплен, либо был убит в дальнем походе и все, что удалось привести в остаток палец, очень часто такие захоронения делали, хотя бы какая-то часть, ну, как бы, черкесов было, допустим, хотя бы голову. В общем, такая история, много интересного, много вещей, много открытий оказалось для всех нас в этих уже полузабытых историях, поэтому поднимаем снова, расследуем и возвращаем истории эти интересные места. на этом все. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Всем пока.